Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня у меня продолжение моего ремонтного видео, посвященного ремонту нашей кухни. В первом видео мы показали вам, как готовили помещение. Кстати, если вдруг вы пропустили первый выпуск, я оставлю ссылочку внизу в описании. Ну, а сегодня мы будем заниматься сборкой мебели. Но прежде чем ее собирать, мне необходимо было покрасить часть деталей. Все дело в том, что в Икеа все корпуса мебельные, которые есть в продаже, они бывают всего двух цветов. Белые, либо под черное дерево. Ну, а если у вас кухня цветная, серая, как в нашем случае, то те боковины, которые остаются видны на всеобщее обозрение, предлагается закрывать специальными декоративными панелями. Мало того, что эти панели съедали так необходимые мне на тот момент 2 см пространства. Но стоимость этих панелей в совокупности на нашу совсем, в общем-то, небольшую кухню получилась порядка 10 тысяч рублей. Я, когда увидела эту цену в перечне товаров, я ужаснулась и подумала, ну их нафиг эти панели. Я просто покрашу боковину. Тем более, что грунт у меня уже был, лак был, и цена вопроса была, в общем-то, просто банка краски, которую нужно было заколировать в тон фасада. Для того, чтобы все покрасить аккуратно, красить детали я решила до момента сборки в разобранном виде. Первый этап, разумеется, грунтовка. Я использую, как и всегда, свой любимый отекс от Тикурила. Грунт у меня уже был, и новую банку покупать не стали, так что он не заколерованный, вопреки моим рекомендациям в прошлом видео. Если бы покупала отдельно, то, конечно, заколеровала бы в тон. Но у нас будут не сильно изнашиваемые поверхности, поэтому, думаю, все будет хорошо. Детали я предварительно обклеила малярным скотчем, чтобы не залезть на торцы и изнанку. Красила вальком. В предыдущем видео мне задавали вопрос, какая должна быть толщина грунта. Я обычно покрываю поверхность очень тонким слоем. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление краски с поверхностью. Исходный цвет грунт, конечно, не перекроет, если основа темная, например. Но у него и нет такой задачи. Это уже краской можно будет добиться. Так что, несмотря на вроде бы высокую цену, грунт получается очень экономичный. Одной банки мне хватает на много-много перекрасок. Основным цветом я детали красила краскопультом, чтобы было ровнее. Краску мы купили ту же Евро 7, которой покрывали и стены. Цвет я подбирала по бумажкам, но с оттенком все-таки немного не угадала. И пришлось потом чуть похимичить с добавлением коричневого акрила, чтобы получилось идеальное попадание. Третий шаг – лак. Я недавно купила, наконец, полиуретановый лак. Воротан долго на него смотрела. Подкупила то, что он на водной основе. Какой-то гибридный состав. И при этом должен быть очень прочным. Морилки этой марки очень понравились по качеству. Так что возлагаю на него большие надежды. Лак достаточно дорогой, поэтому я пожалела его и краскопультом наносить не стала. Покрывала валиком, тем более, что он дает самовыравнивающееся покрытие. Его единственный минус – в линейке нет матового варианта. Он бывает глянцевый, полуглянцевый и сатиновый. Я взяла сатин, и он все же блестит достаточно заметно. Хотя и деликатно. Но для кухни, возможно, это и плюс. Проще мыть, чем абсолютно матовую поверхность. Лаком я покрывала детали в три слоя с промежуточной просушкой по два часа, как рекомендовал производитель на банке. Немного забегая вперед, вот что у меня получилось. Оттенок все же не вышло подобрать идеально. Не знаю, заметно ли это на камеру. Мой оттенок самую капельку все же холоднее, чем нужно. Вот торец фасада – это родной цвет, а стенка покрашенная. Если кто задумает повторить, берите цвет из соседней линейки цветов с более явным коричневатым подтоном. У меня был N489, думаю, можно попробовать N488. Он чуть-чуть теплее. Но, учитывая разную игру света, на поверхностях глаза это совершенно не бросается. И даже с небольшого расстояния смотрится хорошо. Пришло время вешать шины и собирать, и устанавливать мебель. Я не ожидала от этого этапа больших сложностей, и как же я ошибалась. Но обо всем по порядку. При установке шин нам здорово помог лазерный уровень, позаимствованный у друзей. Благодаря этому с горизонталями проблем не было. А вот с вертикалями все оказалось гораздо хуже. Как выяснилось, стена на кухне у нас имеет форму ванны. То есть сверху и снизу выступы, а в центре провал. И к тому же примерно на уровне стыка колонки с навесными шкафами у нас какой-то вертикальный выступ. В общем, строители, которые эту стену клали, муж ругал долго и со вкусом. В результате колонка у нас внизу прилегала к стене вплотную, а сверху отступала сантиметров так на пять. Пришлось делать подкладки под шину. Муж подложил в самом продавленном месте кусок той же шины, которую отпиливал под размер. Сбивать низ стены в одном месте, но идеально вывести все равно не везде получилось. А теперь немного отвлечемся от покраски и монтажа мебели. В комментариях под прошлым видео была просьба рассказать поподробнее про розетки. Что, собственно, я сейчас и сделаю. Я ставлю розетки Schneider Electric серии W59. У них хорошее соотношение цена-качество. Данная серия российского производства, хотя сам производитель из Германии. Но, например, китайской электрике я не очень доверяю. Хороши данные розетки тем, что провода крепятся на винтовое соединение. То есть, их не нужно обжимать и ставить наконечники. Соответственно, не нужны ни сами наконечники, ни специальный обжимной инструмент для них. По всей кухне стоят розетки серебристого цвета. А в данном случае вы видите, что я монтирую белую розетку, потому что ее не будет видно. У серебристых есть небольшой минус. Они покрашены сверху, в то время как белые или кремовые прокрашены насквозь. Как видите, монтаж занимает совсем немного времени. И чтобы установить двойную розетку на общей рамке, нужно буквально 15 минут. Еще один небольшой бонус. То, что данная серия есть практически в любом строительном магазине. Наконец, все выровняли и начали собирать мебель. Начинали мы с навесных шкафов. А точнее, со шкафа под вытяжку. Он был самый сложный. Вытяжка у нас полностью встраиваемая. Потому что я не хотела ничего торчащего. Так что под нее нужно было выпиливать дырку в дне шкафа. А еще у нас рядом проходила газовая труба. И после выпила под газ, оказалось, что вытяжка оказывается ровно на креплении стенки шкафа. Решили, что приспособим дополнительный брусок, который будет соединять дно и боковины вместо штатного крепежа. И муж сделал выпил под вытяжку. Еще рядом с газом у нас розетка. В которую вытяжку будем втыкать. И к которой нужно как-то добраться. Так что прорезь пришлось еще расширить. В общем, после выпиливания от дна мало что осталось. Но совсем отказаться от него было нельзя. Потому что вытяжка должна крепиться именно ко дну. Чтобы укрепить этот шкаф, муж придумал сделать дополнительную вертикальную стенку. Заодно стенка должна была закрыть внутренности вытяжки. Мы купили дополнительный комплект полок для этого шкафа. И сделали две вертикальные стенки. Спереди и сзади от вытяжки. Передняя встала вровень с боковинами. А задняя чуть утоплена. Чтобы торцы этих стенок пришлись как раз на места крепления вытяжки. Теперь можно было устанавливать вытяжку. И не бояться, что тонкая передняя перемычка в дне не выдержит нагрузки. Сверху на короб с вытяжкой установили полку. В ней сделали выпил, под вытяжной короб и газовую трубу. И эту полку тоже скрутили с боковинами. Так что вытяжка оказалась замурована в шкаф уже насмерть. Такие же выпилы муж сделал во второй полке и в крыше. И теперь шкаф был готов к установке. Из-за газовой трубы шкаф собирали прямо на стене. Сначала повесили верхнюю часть. Задвинули заднюю стенку, подсунув под газовую трубу. Так что труба оказалась внутри шкафа. И затем уже поставили и прикрутили дно в сборе с вытяжкой и со стенками. Осталось поставить вытяжной короб и шкаф был готов. И тут мы поняли, что совершенно забыли про фасад. Петлю было некуда ставить. Пришлось все разбирать обратно и выпиливать дырку под петлю в передней стенке. В общем, этот шкаф попил нам крови. Но на этом наши проблемы с этим шкафом не заканчивались. Когда мы повесили шкаф на шину, выяснилось, что газовая труба попадала у нас по предварительно запланированному расположению этого шкафа точно в крепление металлического уголка. Того уголка, за который шкаф крепится за шину. И для того, чтобы можно было шкаф повесить, его пришлось сдвинуть вправо сантиметров на 5. Соответственно, вся линия шкафов у нас съехала вправо. В результате самые крайние шкафы, которые были рядом с окном, они у нас помещаться перестали. Нам пришлось ехать в Икею и менять их на более узкие. Ну, а кроме того, поскольку в Икее шкафы только 40 либо 60 сантиметров, промежуточных нету, у нас образовались промежутки пустоты справа и слева от линии шкафов. Мы еще будем думать, как их закрывать, какие-то придумывать декоративные накладки. Но, к сожалению, из-за вот этого момента с газовой трубой иначе поступить было нельзя. Остальные шкафы первого ряда собирать и вешать было уже совсем просто. Конечно, большой плюс Икея это идеальное соответствие всех отверстий, крепежа и собираются они очень легко. В общем, лего для взрослых. Дальше пришла очередь антресолей. На антресолях у нас навесные шкафы под холодильник. Для меня неприятным сюрпризом оказалось то, что в дне у них отверстия под ножки. То есть эти шкафы предлагаются и на пол ставить. И у нас отверстия оказываются прямо перед глазами на выступающем бортике. Нужно это чем-то закрывать. При установке шины этот момент не учитывали, потому что не знали, что в дне будут отверстия. И расстояние между двумя рядами шкафов не позволяет поставить туда, например, панели с ДСП. Будем искать что-то тонкое, что влезет над фасадами и при этом не будет мешать закрываться им. В этом ряду также пришлось собирать шкаф напротив газовой трубы на стене. Ставили его точно так же, как и нижний ряд. Сначала вешался корпус без крыши, потом подсовывалась задняя стенка и в последнюю очередь ставится крыша. Второй шкаф в этом ярусе, с которым пришлось попрыгать, самый крайний. Во-первых, там выход вентиляции, который, естественно, нельзя закрывать. А во-вторых, в Икеа по понятным причинам не было шкафов под холодильник шириной 40 см. Ну, потому что холодильников такой ширины не делают. Поэтому этот шкафчик упиливали в ширину. Кстати, ширину очень удобно оказалось вымерять по 40 см полке. Для выхода вентиляции муж собрал из деталей вент-короба вот такой перископ. После того, как все корпуса были выдворены на законное место, пришла очередь в фасадах. Хочу рассказать вам про икеевские петли. Дело в том, что какое-то время назад мне попался на глаза ролик Глеба Пьяных про кухню Икеа. И он там рассказывал, что у Икеа ставятся в кухнях петли блум. И эти же петли можно купить в самом блуме в два раза дешевле. Причем склад этого самого блума не так далеко от нас находится. Так что перед заказом я полезла изучать вопрос. Решила, что сможем немножко на этом сэкономить. Меня ждало разочарование. Уж не знаю, намеренно или по незнанию, но цену блума Глеб занизил. Дело в том, что в блуме все части петли продаются отдельно. Сама петля действительно вроде как дешевле. Порядка 150 рублей за петлю против 200 в Икее. Но помимо самой петли нужна ответная площадка, которая крепится на корпус. А она стоит еще от 50 до 70 рублей. А в Икее все идет в комплекте. В итоге в блуме получается так же или даже немножко дороже, чем в Икее. Конечно, можно было взять петли другого производителя. В том же Леруа китайские петли дешевле раза в 4. Но все-таки считаю, что фурнитура должна быть хорошая и качественная. На нее идет большая нагрузка. Петли хороших производителей оказались не дешевле икееевских. Кроме того, есть момент с посадочными гнездами под крепеж. У разных производителей расстояние между крепежными винтами разное. И хорошо, если просто придется пересверливать отверстие. На одном форуме кто-то жаловался, что у него отверстия на икеевских фасадах не сошлись с петлями другого производителя всего на полмиллиметра. И не пересверлить, и не поставить. В общем, мы решили не мудрить и оставить родную фурнитуру. И, наконец, вся навесная часть кухни была готова. Ну что же, вот такой итог этой недели у нас. Конечно, все не так быстро, наверное, как вам хотелось бы и как нам хотелось бы. На следующей неделе мы будем заниматься уже установкой напольных шкафов, ставить технику, возможно, успеем установить столешницу. Все это, конечно же, отснимем и покажем. Если вам понравилось, то обязательно не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить продолжение. Ну а на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok